друзья всем привет на канале сегодня мы приехали проводить наш очередной рейд по ценам в официальный дилер который называется обухов и это рубрика рейд по ценам значит приехали для того чтобы познакомиться во-первых с автомобилями компании как джейси кому как угодно познакомить вас по первых сценами на эти автомобили и просто самому познакомиться потому что ну достаточно редкая такая китайская марка в наших краях более того я звонил в многие салоны как многие салоны в 21 который называется как моторс по моему там машин нету вообще более того я звонил и в джак который через джейси и вот оказалось что только в митино в обухове есть автомобили именно этой марки мы сегодня познакомимся с двумя моделями gs-8 gs-5 gs-8 чуть повыше классом gs-5 чуть пониже посмотрим что они себе представляют сколько стоят на момент получается конца ноября можно сказать начало декабря 2022 года вот он первый вариант а вот он gs-5 я думаю начать стоит с флагмана gs-5 чуть подороже и их два штуки два автомобиля они оба практически в максималке но если вот формально это в комплектации джейси тот в комплектации джейте в блок-эдишне значит на обеих машинах двухлитровые двигатели бензиновые трубовые шестиступенчатые японский эсиновский автомат и на полном приводе 190 лошадиных сил максимальная мощность она выдается и а крутящий момент здесь 300 ньютон метров и все и больше ничего нельзя выбрать только вот это вот но слава богу мотор старый добрый там какой-то фондовской разработки да с чугунным блоком и слава тебе господи потому что если был какой-нибудь более навороченный но здесь можно по автомату понять что он тоже не скажем так не 2019 года разработки этот автоматом я так подозреваю годов конца двухтысячных типа 2009 8 вот вот тех вот когда из четырех ступок уже перешли начали делать шестиступки но они все еще надежные типа тех что ставят вот на кроссоверы корейских брендов типа я не говорю что такое же но вот похоже тоже ступенчатые и так по допам что нас интересует доп оборудование здесь в принципе в обухове а мы были еще и в джили ездили которые в внуковском направлении и там тоже все автомобили с допами и в принципе нет такой опции у обухова чтобы ты взял автомобиль без доп потому что ну вот ребята решили такую фишку сделать короче из допов лимитированная серия black edition это означает что весь chrome который на автомобиле был мог быть его нафиг скрыли вот эти вот все элементы которые как правило на автомобилях сделаны из хромированного материала они полностью в пленку закатаны в случае с решеткой они окрашены в глянцевый черный цвет тоже чтобы никакого хрома не было внизу где губа вообще нигде хрома нет единственные серые мы а это не серый момент а цвет отблескивает вот вот этих вот мест типа рейлингов в общем то в общем то нет мест где где был бы хром ну помимо значка гака знать дальше ковер в багажнике это мы посмотрим при сложенном третьем ряде имеется ввиду смысле большой видимо ковер сетка верхней и нижней их решеток радиатора я люблю проверять всегда да они присутствуют напыляемая шумка тонировка без передка 15 процентов антигравийка два передних крыла кстати что интересно здесь смотрите вот докуда добита бронь на морде вот стойка закатана досюда крылья тоже крылья забронированы и капот забронирован это очень кстати передок крыши что прикольно ну потому что автомобиль так издалека если какой-нибудь профан будет смотреть наверное он может напомнить вам но всяком случае по передней паре немножко может напомнить праде потому что аэродинамика такая кирпичовая морда абсолютно тупая лобовое стекло тоже не шибко зализана и вот дальше что здесь еще есть защита двигателя 2 миллиметра сталь я глянем 3d ковры в салон да ладно да кстати натуре они без сот но они 3d шная полностью видите то есть повторяют нижний контур этого самого жалко что они не резиновые хотя я так понимаю что в любом случае всесезонная история их потом легко вытряхнуть дальше заявлены доводчики дверей сейчас тоже проверим как работает капот фары перед бампер антигравийная защита это я сказал и пандек с автозапуском от сигнализация с gsm так по поводу тапочков 245 55 на 19 еще за фирма наверняка не кстати вот что плюс континенталь а стоит conti спорт контакт нормальный бренд то есть это конечно же плюс диски блин они одноцветные мне обычно нравится как выглядят одноцветные диски здесь тоже они неплохо смотрятся но только мне кажется потому что машина вся черная и это очень сильно гармонирует как они смотрятся отдельно черт его знает наверно мне не очень нравится они глянцевые так по поводу цены черт побери 4 миллиона 200 4 300 короче от машина стоит за кэш при по поводу торга вот кстати говоря я тут менеджера пытался в в этом плане по поводу цены поизнасиловать вот но говорят что могут с этим самым с руководством поговорить и может быть будет скидка даже за кэш но учитывая ситуацию не знаю как в регионах но в москве ситуация такова что вот как я уже упомянул выше в джак ты переезжать не приезжаешь просто звонишь говоришь здрасте а там есть машина они говорят нету вообще даже на складах то наверное не шибко лихо будут торговаться но с условием автокредита трейдин трейдин хрен с ним не у всех может быть машина а вот словом автокредита я думаю 150 200 тысяч плюс там какие-нибудь колеса или какую-нибудь каску бесплатно это я думаю можно вполне себе реалистично то есть грубо за три миллиона можно даже взять но и опять таки так на вскидку допов сигнал ну ну намного здесь денег допов то по большому счету до 500 тысяч примерно может 300-500 тысяч черт его знает вот и к сожалению от них нельзя отказаться здесь мы видим камеры даже зеркалах значит здесь есть 360 градусов и очень приятно давайте пойдем в ту машину отличия какие здесь отличия никаких здесь тоже короче отличие в комплектации здесь написано комплектация джей джейте и она тоже был с black эдишн вот этим вот пакетом а отличие заключается в круизе адаптивном в подушках безопасности в колени который бьет еще в какой-то мелочи разница в цене этих машин получается 200 тысяч рублей если смысл переплачивать 200 тысяч ну не знает надо спросить у потенциального покупателя самое друзья мои интересное в салон что интересно значит по поводу доводчиков это вообще я вам откровенно скажу редкая опция да и на многих премиальных немецких брендах а здесь за 4 миллиона рублей но там без малого да ты получаешь джипа с работающим доводчиком да здесь есть такая штука как если вы привыкли доводчиком пользоваться когда ты сильно дверь пытаешься закрыть допустим бмв она все равно выплевывает эту дверь обратно и какие надо засасывать здесь нет такого есть ты сильно ее бахнешь она конечно закроется но если ты ее там не до закроешь он сам ее засосет посадочка да чтоб не пищал еще дверь закрою но сначала посмотрим что тут из эргономики поясничный валик есть вверх вниз влево вправо она ездит сидушка сервопривод имеется вот такие как я уже говорил ковры интересное так по поводу дверной карты только кожа это что-то типа замши это это пластик дубовенький здесь мягкий пластик и под дерево пластик знаете какая красивая подвеска твоя подвеска подсветочка на камере она какая-то голубоватая по факту она типа морской волны зеленоватая замечаю уже на втором китайском бренде посмотрите какую строчку дел практикует китайцы на руле не не совсем стандартную как мы привыкли видеть смотри какая строчка салон здесь весь черный помимо рыжих вставок декоративных вот это кстати из такого дубовенького пластика хотя могло быть наверное из кожи и рыжий самый из эко-кожи подлокотник такой блин увесистый аналоговая приборка посреди с цифровым компьютером значит кнопки на руле здесь управление звуком и телефонкой звонилкой обогрев руля круиз и управление бортовым компьютером подрулевые лепестки присутствуют для вот имитации вот этой секвентальной коробки передач секвентальной последовательная кто не знает когда ты можешь переключаться по передачам вверх и вниз не пропуская одну не одну из передач короче как на мотоциклах ездит вот там чаще всего используются секвентальные трансмиссии так что дальше вот здесь вот это мягенькая это не кожа это честный полиуретан без всяких имитаций прострочки это радует алюминиевая еще вставка в общем то в салоне получается вот под алюминий встречаются вставки рыжие цвета и вот рояльный а это не рояльный это под дерево отблескивает просто вот под дерево вот такое вот вот такая отделка руль как регулируется механически наверное да руль регулируется механически в принципе по вылету его абсолютно достаточно вот такое управление климатом третья зона в общем-то не совсем она это все дело привычно наверное но не все же брать одинаковые машины то я считаю да матовые кнопки старт стоп энджин так управление режимами всякие снежный режим там горы и так далее тут различные кнопки включить выключить кстати можно qi charge ну то есть беспроводную зарядку телефона проветривание попок и их обогрев что дальше из интересного кнопка управления режимами трансмиссии типа там зимний режим ручной мануальный экономичный вот всякая вот такая история которой скорее всего вы не будете пользоваться как уже сказал вот эта крутилка управления вот режимами именно муфтой и вот прикольно мне понравилось но она странно не то что понравилось сделан подлокотник смотрите вот здесь есть эта шторка ты вот открываешь либо вот так ты можешь открыть здесь для мелочешки всякой вот и будут своим телефоном подсвечивать второй вариант открыть вместе с этой штукой сразу же и вот он подлокотник но он совмещен с вот этой штукой понимаете то есть в принципе толку от этой шторки особо нет она бы была наверное если бы она вперед задвигалась потому что полного доступа все равно до подлокотника у тебя нет но вот этот вот кейс он прям огромный сюда же интегрировали два подстаканника причем их может быть по желанию 42 небольших получается и два глубоких они вот так вот закрыты здоровенный он здоровенный внизу прорезинена все вот это вот история под роял и вот такой подлокотник который может быть вот с такой вот штучкой прикольно так еще и одна интересная штука что здесь как я уже сказал здесь обогрев задниц и их охлаждение причем не только именно задниц прямом смысле этого слова а еще и спины тоже они и обдуваются и греются вот такие вот подсветки есть я дверь заднюю вот мы открыли чтобы было понятно вот такая вот есть подсветка нам вдалеке мы видим прикуриватель и usb type-a одна штука ну и соответственно здесь же беспроводная зарядка такого размера такой большой этот бардачок сзади глянем чё почем здесь принципе не знаю ну панорама здоровенная прям почти во всю крышу есть управление люком и светом черная крыша замечу на что-то black эдишн черная крыша прикольно выглядит но темно тебе слишком сидеть несмотря на ум на люк достаточно темно давайте сзади глянем что там как и перейдем вот к тому поменьше классом gs5 так сзади что у нас сзади у нас жесткая пружина сзади у нас вот такого вида багажник мы его сейчас на той машине откроем здесь третий ряд здесь третий ряд сидений можно организовать вот таким вот образом но тогда багажник прям станет ну ну вот такусеньким прям маленьким вот либо у вас огроменный багажник но пятиместный автомобиль так регулировать можно а можно да вот это максимальное расположение так в принципе обогрев тут есть за собой же сидеть было бы на грани если все душка не двигалась слава богу что она двигается потому что вот в этом случае сидеть пример комфортно кнопки управления климатом в пленочке дисплеем даже вентилятор авто и температурой куда дуть ну подлокотник очень даже слабенький на два стакана места и ничем не декорирован говорят менеджер что вот эта вот часть уси душа передних и задних именно вот это которая перфорирована она именно из натуральной кожи чертю знает на все таки странновато рыжие элемент смотрится ну да ладно здесь кстати тоже есть дефлектора для обдува ваших вещей кнопка интересно смотреть такая мягкая прям прям она очень мягкая даже без щелчка включается пошли глянем багажник этой машины так кнопочка такая маленький ход имеет вообще достаточно медленно аккуратненько открывается хорошо ух прям чуть чуть меньше 190 как я уже говорил огромный багажник действительно он огромный что внизу еще и резиновый какой-то не да они до коврик потому что когда вы сделаете третий ряд это ровно столько сколько останется у вас багажного отделения это конечно немного так здесь органайзер коробки от того допов от тех допов которые вам дают домкрат что еще там есть чудес кстати ну и ладно два подстаканника это для людей которые третьим рядом будут сидеть вот они справа и слева ну и собственно все темновато внутри за вот этой отделки черным пойдемте gs5 смотреть вот подкапотное пространство собственно поперечный двигатель такая компактная достаточно кстати коробка она не могу совершить здоровая прям вот ну небольшого размера намного интереснее других производителей которые закрывают все то есть здесь у нас дополнительная шумка здесь все прорезинено от ветки стоят здесь прорезиненные элементы здесь и посмотрите как китайцы позаботились чтобы не расплавились то есть они не то чтобы не расплавились чтобы они не пересыхали и не перетирались они в термоусадке вибро шумоизоляция моторного отсека да тут можно посмотреть на массу да 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 кстати прикольно советском союзе делали разве что не медную на всю жизнь такой прямо этот место для щупа очевидное достаточно при в принципе и места много чтобы здесь проводить какие-то работы если вдруг что будет 31 автомобиль по всей россии что-то мне подсказывает если выбрать с пробегом 14 неплохо глянем у меня сортировочка по цене нет 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 по возрастанию первая машина 2 645 20 года пробег 35 тысяч москве нижнекамск 10 тысяч пробегу 2 700 2 920 год пробег 40 это много я считаю 20 тысяч пробегу 3 миллиона стоит на получается почти полтора миллиона дешевле да конечно лучше бушку взять их немного и не особо ликвидное так понимаю машина вон за 3 миллиона у какого-то дилера в москве у какого борис хофф за 3 миллиона двадцать первого года стоит с пробегом 8 200 говорится войну дальше даже смотреть можно смотреть и так gs5 это уже не флагманский автомобиль более того табличка говорит о том что этого автомобиля есть к сожалению уже к счастью наверно владелец вот но нам к счастью разрешили в нем внутри по присутствовать нож как вы знаете обычно внутри если этой в салоне машина продана тем нею садится нельзя к человеку купил оттуда своими грязными штанами большему по сути в чужую машину уже садится что за нее бабки уплочены короче gs5 выглядит следующим образом он наверное выглядит если та машина выглядит для человека ну то есть я не понимаю не вижу в ней человека младше 45-50 лет вот про gs8 то в gs5 это спокойно себе автомобиль для людей до 45 лет потому что морда у нее уже более слизаная она более такая современная full лет оптика написано это он full лет технологии видите туманки тоже ледовские а она тоже в антихроме ну давайте посмотрим допу что там думать то тонировка без перед к 15 прот за антигравийка капота антигравийка передних крыльев фар и передних стоек 3d ковры антигравийка капота кожуха в зеркал то зеркала тоже получается ковры в багажник бампер и лимитированная версия black эдишн да значит она тоже в этом самом броне дальше по комплектации эта комплектация люкс здесь мотор полтора литра это ошибка видимо у них в на станете не 16 156 тоже с турбиной насколько я понимаю должен быть на 136 лошадиных сил только такое такая комплектация есть смысле только такая модификация и только с передним приводом и на шестиступенчатом автомате не как иначе и стоит этот автомобиль вот прям конкретный за кэш прямо сейчас с учетом доп оборудования 2 миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч рублей 3 мульта вот вблизи стоишь честно говоря я бы его может быть из-за цвета может быть из-за близной морды хотел сравнить там с кашка mj1 но не могу он больше эта машина больше размером она больше наверно похоже на именно по размерам по габаритам на какой-нибудь outlander вот что типа того хотя головой понимаю что а вот чуть-чуть побольше наверное я здесь ну хотя здесь есть dimension и 2 710 у него колесная база 4 695 общая длина и высота он 1726 миллиметров из стандартной комплектации то которая вот в заводе идет вы можете посмотреть увидеть все на своих экранах 3 миллиона рублей давайте садиться здесь тоже без ключевой доступ смотрите какое решение странное интересное не знаю зачем это вот такая вставка пластиковая прям на ручке ну это для красоты понятное дело по резине здесь диски тоже черные они другого вида больше наверно кияжные похоже резина здесь точно также continental conti sport contact 2355 на 18 вот такие вот колеса внутрь хочется вот арки есть машина была бы в черном цвете вот эти арки поинтереснее посмотрелись ну да то что арки достаточно бесполезны в случае помните приводил примеры вот с воротиной когда какая-нибудь воротина вас ударяет эти арки не защищают таких ударов потому что если сверху посмотреть вылет кузовной части идет намного больше арки утоплены на мой вкус они бесполезны в этом случае они полезны когда когда вы открываете дверь и здесь какая-то легковушка поменьше чтобы не задеть свой автомобиль а также надо сказать посмотри на профиль двери на профиль двери когда смотрим вот это вот история продолжающаяся она закрывает пороги соответственно когда вы зимой катаетесь и у вас вся машина засрана и пороги остаются чистыми и вы садясь в автомобиле саре на профиль и шон вниз уходит я люблю когда такая история сюда эти пороги чаще всего будет чистыми тоже дверь не здесь заканчивается и не здесь а прямо аж вот туда найдет так салон под дерево тоже сделано под дерево алюминиевая вставка причем она ну как алюминиевая на каш пластиковая она имеет цвет не алюминия не вот такой ведь сравнить она идет имеет золотизну какую-то небольшую тоже коричневая тона здесь наблюдается седушка вот такая двухцветная матовый коричневый и такой темно-темно-темно-серый тоже поясничный упор только в одной плоскости тот был двух плоскостях и этот сервопривод машина четком щелкает может быть говорит о том что фары не выключены может аккумулятор у нее уже силу там реле какой-то щелкать не знаю сяду аккуратненько потому что машина уже чужая посмотрите друзья мои руль двухсоставной тоже вот эта часть я могу заявить что это не кожа это вам пластик но это не имитация прострочки хотя не знаю короче выглядит как как будто руль с перфорацией на самом деле это не так кожа здесь чуть-чуть погрубее чем на том автомобиле gs8 но руль мне больше нравится кнопки здесь намного интереснее и нажимаются получше и вообще прикольная круиз музыка вот такие вот переключатели тоже аналоговая приборка посередине компуктер слева справа тахометр и спидометр так помощь съезда есть of сюда можно пыль какая-то сигарет положить такое кто будет там парики дверь дубовая большинство но надо отдать должное здесь полиуретан а здесь передняя часть смотрите видите кайма это типа под кожу с не имитацией прострочки действительно про строчка но только передняя часть а дальше куда человек не трогает руками здесь полиуретан абсолютно честно резиновый на передние и ты смотришь ты не видишь даже что это переходит в абсолютно другой материал что я могу сказать по сравнению с тем же там например эксидом здесь более лаконичный дизайн то есть здесь дизайн такой типа а-ля немцы достаточно строгий посмотрите на вот эти вот линии как они вот это обыграли селектор кпп имеет кнопки здесь нет подрулевых лепестков кнопки переключения больше меньше прям непосредственно на нем на селекторе вот такая вот шайба цыганская но приятная она такая холодит немножечко в принципе кнопки какие-то не обозначены это подозреваю что здесь обозначение возникают индикации прям непосредственно на вот этой вот панельки далее посмотрите опять-таки все лаконично что мне не очень нравится если присмотреться сам экран это не вот это вот все пространство а только внутри слева справа где-то по два дюйма эти но не по два наверно сантиметр по три видно что это ничего а эксам экран только вот он кнопочки и вверх и вниз активация вот лишь маша варик так включить а может так как тебе удобно принципе дальше обратим внимание на дефлектор центральный их два но сделан он как будто один длинный длинный интегрирован вот в этот деревянный типа деревянный элемент декора этот пластик уже даже не похож на алюминий он просто золотого такого золотистого цвета видите настолько уважаю личное пространство и чужие вещи что же с ногами сюда не заложен два юсби а один прикуриватель без сам самого без самого зажигалки вот так можно для красоты это какие-то на включение чего-то не могу я не могу не знать с кнопки открывается бардачок подлокотники он большой там внутри резинка он прорезинен он прям большой тут есть люк и можно свет включить вот такая вот история в принципе все впереди больше ничего интересного нас не встречает я считаю тоже кстати говоря обвивка черная вы тоже можно говорить что тебя black edition с серым кузовом бардачок какого размера извините уж друзьям и что так долго но я еще не знаком с этими автомобилями поэтому приходится в процессе и вас знакомить и делать обзор на цену на цены и свое ощущение него рассказывать так сзади я не вижу ничего интересного здесь юсбишник один тайп а на 5 вольт вот такая прорезиненная полочка чтобы ложить можно было что за угодно и винт отверстия которые можно закрыть и открыть все больше ничего нету подлокотник подлокотник здесь есть предусмотрели его удобно и оттуда вытаскивание таким шнурком у подлокотник здесь поинтереснее чем там смотрите он как умеет делать эти из шкатулки здесь получается вот вот так подстаканник с двумя фиксаторами вот такими и сюда мелочевку можешь ложить ну прикольно коротковато багажник глянем кстати смотрите какие 3d ковры сзади я не заметил они прям литые на два места на левый и на правый ведь вот не идут глянем чё сзади это я уже это друзья мои губу раскатал кнопку нажимаю жду пока он откроется оказывается угака за три миллиона не предполагается черт побери я понимаю я понимаю что можно еще сидушку отодвинуть назад вот смотрим вот она максимальное положение но и подвинуть ее можно то а подвинуть ее нельзя но друзья мои это очень большой багажник в плане длины больше метра явно он прям большой здесь запаска чауянг конечно же докатка она не полноразмерная и органайзер вокруг но это очень длинный багажник и я доволен что он такой есть смысле шикарно три миллиона пишите в момент купили нет давайте же друзья глянем сколько стоит gs5 выбираем его поколение здесь нету у меня стоит возрастание цены лям 650 первая машина 20-го года с пробегом 88 это до хрена скажу я вам да я кстати был прав полтора литра все-таки здесь мотор чуть-чуть отмотаем а отмотали с пробегом автомобилей три штуки всего лям 600 для 800 2 и 2 но 2 и 2 справедливости ради в дондуковской находится 700 км пробега всего-навсего а кто продает комментарий продавца новый автомобиль непонятно кто это продает но за лям 800 и за лям 600 можно взять пробегом 70-90 вот с пробегом 90 тысяч автомобиля в таком же цвете вот его салон принципе точно такой же и человек ездит горит и нормально мне так продаю его чему-то один хозяин там 600 этот 3 не ну конечно бы уж на я всегда с буш на поэтому учет здесь ну что друзья напишите в комменты как вам понравились эти автомобили насколько адекватные линии адекватные цены на них мне кажется все-таки слегонца завышены я не могу сказать что например случае gs5 он мне больше понравился хоть у него и менее выразительная внешность но я не могу сказать что он должен 3 миллиона безусловно дорого должен стоить два нет потому что за 2 миллиона ты не возьмешь аналога ну то есть он действительно дорого-богато внутри сделал достаточно нормально может быть два с половиной ну напишите в комменты что вы думаете всем спасибо за просмотр за внимание удачи